Привет! В этом видео я расскажу и покажу, как подключить и настроить телеметрийный приемник FRSKY серии R9 к полетному контроллеру и настроить его в прошивке ArduPilot. Итак, показывать я буду на примере полетного контроллера Motec F405 Wing и приемника R9 Slim OTA. На текущий момент возможны два варианта подключения. По старому протоколу SBUS плюс S-Port для передачи телеметрии. В этом случае потребуется 4 провода и специальный переходник от приемника к полетному контроллеру. Второй вариант это по новому протоколу F-Port. В этом случае достаточно 3 провода. По сигнальному проводу передается и телеметрия и данные радиоуправления. Данный вариант, конечно, проще и лучше, поэтому и рассматривать буду только его. При подключении имеются несколько нюансов. Первое. Если у вас полетный контроллер на F4 чипе, то вам потребуется инвертированный S-Port сигнал. Данный PIT имеется на приемниках R9MM и R9 Slim, а также на некоторых других. Но его нету, например, на приемнике R9M. Соответственно, последний без внешнего инвертора подключить на F4 чип невозможно. В отличие от подключения по S-Port, подключение по F-Port осуществляется на TX-PIN UART. В документации на Motec F405 Wing указано, что для подключения приемника используется UART-2. Следовательно, подключать приемник следует к TX-2-PIN полетного контроллера. Если же вам повезло и у вас полетный контроллер на F7 чипе, то подключение осуществляется с любого PIN-а приемника. Будь то он простой S-Port или инвертированный S-Port, так как F7 чип может инвертировать сигналы аппаратно. Приемник обязательно в этом случае прошивается прошивкой с поддержкой F-Port. Итак, с подключением разобрались, теперь необходимо все это настроить. Запускаем Mission Planner, идем в Config, Full Parameter Stream. Находим раздел Serial, соответствующий UART-у, к которому подключен приемник. Тут опять есть нюанс. Обращаясь к документации на F405 Wing, можно прочитать, что на настройке F-Port необходимо указать BRD-Alt-Config равной 1. Только после этого вторую UART-у будет соответствовать раздел Serial-7. В нем, если подключение осуществляется с инвертированного порта приемника R9MM, R9 Slim и прочих, необходимо задать Serial-7 Protocol равное 23, Serial-7 Options равное 4, а также RSSi Type равное 3. Есть баг в стабильной версии Arduplane 4.0.7, который используется в текущий момент, который исправлен в мастере. При RSSi Type 3 максимальный RSSi ограничен цифрой 39, что может, конечно, сбить с толку. Но опять же, повторюсь, в мастере все это дело исправлено. В случае с F4 чипом, но при подключении через внешний инвертор, необходимо указать Serial-7 Protocol равное 23 и Serial-7 Options равное 160. Ладно, с F4 чипом разобрались. Теперь F7 чип. С ним все намного проще. Так как он может аппаратно инвертировать UART порты, в этом случае можно подключить и обычный S-Port PIN приемника к TX-PIN полетного контроллера. Кроме того, F7 чип может менять местами RX и TX, а значит S-Port приемника можно подключить к RX полетного контроллера. Для работы F-Port необходимо задать Serial Protocol равное 23, Serial Options равное 7 при подключении на PIN TX полетного контроллера. В случае же подключения к RX-PIN полетного контроллера, то нужно Serial Options задать 15. Также, как и в первом случае, необходимо задать RSI Type равное 3. После этого начинает работать радиоуправление и можно откалибровать аппаратуру, предварительно, конечно же, настроив все переключатели и крутилки в пульте. Сама калибровка просто до безобразия. Идем в Radio Calibration, жмем Calibrate Radio. После этого двигаем стики, крутилки и переключатели от минимума до максимума и по окончанию жмем кнопочку Done. После этого смотрим, чтобы стики были в центральных положениях, а газ в нуле. После этого еще раз нажимаем на эту кнопку. Готово, радио откалибровано и можно дальше настроить полетный контроллер. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Спасибо за просмотр, пока-пока. Продолжение следует...